Здравствуйте! Правильно пить воду при хроническом панкреатите, эрозийном гастритине — просто важно! Я бы сказал — жизненно важно знать! Безусловно, если вы знаете еще и как правильно питаться, то мой вам респект! Но! Хотя бы воду пейте правильно! Ведь всего одна ошибка в употреблении воды утром, при определенных сопутствующей патологии, может повысить кардиологические риски. Можно легко и быстро умереть в течение нескольких часов от остросердечной недостаточности. У других ошибка утром в употреблении воды может привести к кардиогенному шоку. Правда, в течение нескольких суток. С выходом, в лучшем случае, с сахарным диабетом второго типа. У третьих ошибка утром в употреблении воды может повысить кардиологический риск на целый день. И при любых сопутствующих нагрузках — летняя жара, физическая нагрузка, эмоциональное напряжение — тоже можно умереть. Правда, уже от острой ишемии миокарда. Ну а в перспективе, если вы такую ошибку совершаете, но выживаете, у вас повышается риск рака желудка. Вам уже нужна моя книга «Рак-профилактика ранней диагностики», в которой можно учесть другие факторы риска и определить. Склонны вы к раку желудка в принципе? Или, возможно, вы склонны к совершенно раку иной патологии? Но это не умаляет достоинства этого видео. Поэтому смотрите это видео дальше. Итак, как правильно пить воду? Безусловно, нужно правильно начинать рабочий день. И есть мнение, что нужно пить воду утром. В принципе, количество воды рекомендуют один-два стакана. Диетолог Скачко говорит нет! Не может всем вам, вне зависимости от вашего пола, возраста, роста, веса, уровня здоровья, быть одинаковая потребность в воде. Она разная! И количество отличается от нуля миллилитров. Вы не ослышались. При этих диагнозах чаще всего именно эта цифра употребления воды утром на дощак вам полезна. До трех литров. И она может быть разной. Все зависит от динамики веса за ночь. Иными словами, вы взвесились утром после опорожнения мочевого пузыря. И сравнили свой вес с весом вечером прямо перед сном. Если вы храпите, если у вас есть аденоиды, если у вас нарушено носовое дыхание, то потери воды могут быть достаточно значительны. И если вы потеряли слишком много воды, то вам реально нужно, рискуя раком желудка в перспективе, сегодня пить воду, чтобы компенсировать ночные потери воды. Потому что динамика веса. Если вы потеряли больше чем пол килограмма за ночь, то вы попали в стадию обезвоживания. Определенные. Чем больше вы потеряли воды, тем больше степень обезвоживания. Риск нагрузки на сердце. И риск острой сердечной недостаточности. Поэтому понятно. Если у вас нарушено носовое дыхание по какой-то причине. Вы ищите, как вылечить, как улучшить носовое дыхание. И пока пьете воду. Но! Цель другая. После того, как вы вылечили патологию начальника отдела органов дыхания, в этом случае вы вновь уже пьете воду. Правильно? Как? Расскажу чуть позже. Другая рекомендация. Еще одна распространенная ошибка. Некоторые советуют пить воду подкисленную. Иными словами, пить воду с добавлением меда и яблочный уксус. Лимонный сок. Клюквенный сок. Брусничный сок. Пишневый сок. Сок каких-то цитрусовых. Понятно почему. В этом случае такой коктейль. Я его называю коктейль Молотова. И такое видео можете найти на моем канале. Насколько полезен и кому полезен коктейль Молотова. В этом случае, да, действительно многим полезен такой коктейль с утра. Он запускает активно пищеварительную систему. Помогает переварить пищу. Но! Только в случае, если у вас нет эрозивного гастрита и хронического панкреатита. Иными словами, эта рекомендация сегодня не для вас. Пока вы не избавитесь от хронического панкреатита. Не выведите его в стойкую ремиссию. Либо не вылечите свой эрозивный гастрит. До тех пор вам этот коктейль Молотова противопоказан. При эрозивном гастрите у вас будет усиление боли и увеличение эрозий. Можете даже до язвы доиграться. Если будете упорствовать в выполнении этой рекомендации. Ну а при хроническом панкреатите все может быть еще сложнее. Вы можете доиграться до острого панкреатита. И в этом случае у вас повышен кардиогенный риск. Повышен риск кардиогенного шока вследствие панкреонекроза. Когда ваше поджелудочное будет разлагаться просто на части. И вот здесь вот в этом случае правильное употребление воды. Это нулевой стол. Еда исключена полностью. Вспоминаете советский общепит. Грязные тарелки. Сгоревшее молоко. Этот аромат поможет вам подавить работу пищеварительной системы. А вода должна быть правильно очищенная. Иными словами без возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций. Они могут в этом случае серьезно вам навредить. Также снижена минерализация. И вода должна быть обязательно щелочной. Вот в этом случае в холодном виде такая вода поможет вам выйти из очень опасного состояния. Которое вы попали. Выполняя очень интересную и простую и полезную для большинства рекомендацию. Как пить воду утром натощак. А пить воду подкисленную. С медом и другими особенностями. В этом случае вам нужно выйти. Да! Выживите! Ваше счастье прекрасно! Ангел-хранитель ваш! Если вы еще правильно питались до этого. То вероятность того, что с панкреонекрозом все не закончится. А закончится только диабетом 2 типа повышается. Но об этом это совсем другая история. Совсем другое видео. Для этой темы нужно писать. А в данном случае правильное употребление воды вот такое. Как правильно пить воду для того, чтобы предупредить рак желудка? Это очень важно при аэрозийном гастрите. Очень важно при хроническом панкреатите. Вот здесь, когда вы пьете просто воду утром натощак. Вы не способствуете замыкательному рефлексу. Иными словами, ваш желудок сфинктер зияет. И очень легко для насиперстной кишки обычно выше давления. Попасть с желчи в желудок. Эрозийный гастрит. Но! В перспективе кишечная метаплазия слизистой желудка и рак желудка. И вновь вам нужна моя книжка. Рак-профилактика. Ранняя диагностика. По которой можно высчитать вероятность развития рака желудка у вас. И убрать другие факторы риска. Но! Я бы советовал вам так не рисковать. Книжка это здорово. Она на экране тут висит всегда. Но! Важно правильно начать. День. И вода правильная с утра должна поступить в составе той пищи, которую подготовили с вечера. Это может быть порция рагу. 2-3 столовых ложки. Вполне достаточный перекус. Сразу после того, как вы проснулись. Даже перед тем, как вы открыли глаза. Как только вы ощущаете, что все. Ночь закончилась. Начинается день. Вам нужно правильно использовать свой желудок. Иными словами находите тормозок. Берете правильный перекус. Овощное рагу. Это может быть каша. Лучше приготовлено без молока. Но с добавлением соли и сахара по вашему вкусу. Это может быть какой-то овощной суп. Небольшое количество. Вы сразу после пробуждения загрузили именно эту правильную еду. И в ней в составе ее будет вода. Эта еда не обезвоженная. Она не сухая. Там вода есть. Поэтому лучше каша размазня. И в этом случае вы правильно пьете воду утром натощак. Что делать вам дальше? Ну а дальше. Режим питания 7-8 раз в день. Небольшими порциями. И часто. Используя правильно ослабленный желудок. И ослабленные возможности поджелудочной железы. Стоит вам съесть пищи больше. У вас пища не переваривается вами. А переваривается в вашем организме уже бактериями в кишечнике. И вы можете проверить, а происходит ли это с вами. Реально очень просто. Буквально за несколько секунд. Достаточно сравнить звук. Или. Или. Если у вас звук похожий. То есть если у вас звук тупой. То у вас пищеварение идет с наибольшей вероятностью хорошо. Если у вас звук более звонкий. У вас есть вздутие живота. И это говорит о том, что пир бактерий на вашей еде присутствует. И высокий кардиологический риск в это время тоже присутствует. Вздутие живота резко ограничивает подвижность диафрагмы. Напомню. Это венозное сердце. Которое должно, сокращаясь, помочь вам сделать вдох. И сжимая брюшную полость. Подтягивается венозная кровь к вашему сердцу. Если ваша диафрагма устала. Вам тяжело дышать. То вашему сердцу тяжело работать. У него нет крови. И вне зависимости от исходного состояния вашего сердца и сосудов. Напряжение работы сердца. Если еще и не дай бог там атерослероз сосудов коронарных присутствует. То риск инфаркта просто здесь и сейчас также присутствует. И это тоже нужно учитывать. Эти особенности в правильном употреблении воды и питания. Как же пить воду при аэрозийном гастрите и хроническом панкреатите на протяжении дня? А пить ее нужно правильно в составе продуктов питания. Это самый безопасный способ употребления воды при этих диагнозах. Потому что стоит вам при частом питании попытаться вложить воду между приемом пищи. Напомню, что самое минимальное время перед едой это час. И самое минимальное время после еды это тоже примерно час. То есть у вас должен быть интервал между приемом пищи больше чем 2 часа. Напомню, при режиме питания 7-8 раз в день у вас практически не останется времени на сон. Если вы будете пытаться питаться и пить воду вот таким вот способом. Поэтому советую вам пищу готовить полужидкую. В ее составе вода будет помогать работе пищеварительной системе. И заодно поддерживать вязкость крови на оптимальном уровне. Чтобы ваше сердце работало оптимально долго. Ну и с минимальным напряжением. Напомню, сердце выполняет гигантскую работу. Пересмотрите мои видео, которые отзываются на запрос вязкость крови. Там очень много информации на эту тему. Поэтому вот такое правильное употребление воды поможет вам жить лучше и дольше. Особенно это важно. Вот эти особенности использовать в пандемию COVID-19. Напомню, очень непростая инфекция. Один из путей которой проникновение через пищеварительную систему. Если вы неправильно используете свой желудок. А именно пьете воду или неправильно питаетесь. То коронавирусы легко и просто могут пройти ваш желудок в кишечник. И вызвать язвенный некротический энтероколит. Я знаю, о чем я говорю. Десятки диагнозов гастроэнтерологических определяют определенные особенности вашей системы питания. Для того, чтобы поставить надежный барьер перед коронавирусом. Хотя бы на этом этапе. Больше информации вы можете узнать из моей опубликованной книги COVID-19. Что делать? Можете ее найти в интернете. Там достаточно много информации на эту тему. А эрозивный гастрит и хронический панкреатит. Пожалуй, самые опасные диагнозы в этом случае. Ну, коварнее их. Разве что дискинезия желудочного пузыря. При которой ваш желудочный пузырь может в любой момент нарушить работу пищеварительной системы. И пропустить коронавирусы в ваш организм. А дальше, где они будут развиваться. То ли в кишечнике останутся с развитием язвенный некротического колита. То ли, перемещаясь гематогенно, вызовут трахеид, бронхит или пневмонию. Это уже, как говорится, история. Где слабо, там и рвется. Где слабые места в вашем организме, там могут быть и сюрпризы. Поэтому, эта особенность, она очень важна. И предупрежден, вооружен. Напомню, пандемия COVID-19 будет продолжаться еще не менее года. И на выработку вакцины, которая может остановить пандемию, уже тоже год-полтора. Пока вирус не станет стабильным, невозможно сделать к нему вакцину. На сегодняшний момент уже более четырех тысяч вариантов вируса. Благодаря тому, что он активно мутирует. С одной стороны, это плюс. Он может таким образом сам себя извести. А с другой стороны, это огромный минус. Потому что вакцину сделать все еще невозможно. И самые неудачные переболеют во время пандемии. И самые удачливые, самые благоразумные. Все-таки поберегут свое здоровье. И будут заниматься, надеюсь, профилактикой. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео. Можете поставить на это видео лайк. Если вы, я быстро, возможно, говорил что-то пропустили. Какую-то информацию упустили. Я вас уверяю. Верните. С началу видео вы узнаете больше. Много полезной информации. Которую вы узнаете для вашего здоровья. Для того, чтобы жить и лучше, и дольше. Чтобы беречь и свою поджелудочную. И правильно использовать свой желудок. И не попадать на те сюрпризы, которые могут быть. Если вы воду пьете неправильно. До новых встреч на моих видеоканалах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram.